Добрый вечер, уважаемые коллеги! Сегодня у нас 12 мая. Немножко поехал срок нашего, дата нашего вебинара, но ничего. Сегодня, уверен, мы наверстаем в плане анализа основных фундаментальных событий прошлой недели. И, конечно же, еще остановлюсь на тех возможностях, которые можно будет использовать в рамках оставшихся трех полноценных дней этой недели. Традиционная проверка связи. Понял. Так лучше? Как меня слышно и нет ли проблем с изображением? Если все отлично, можно замечательно. Тогда, если возникнут технические проблемы уже по ходу самого вебинара, сразу же сообщайте мне об этом. Попробуем исправить. Думаю, что все, кто хотел присоединиться сегодня к нам, уже с нами. Соответственно, те, кто не смог, уже посмотрят запись нашего вебинара, который появится уже завтра на официальном канале Аммаркетса на YouTube. Что ж, тогда предлагаю переходить к нашему вебинару. Сценарий прежний. Фундаментальные события прошлой пятидневки. На что нужно будет обратить внимание уже на этой неделе. И в конце заключительный слайд. Это основные ориентиры по ключевым валютным активам, на которые можно поглядывать, ориентироваться при оценке собственных перспектив и собственного видения рынка. Сразу начнем с европейской валюты, поскольку действительно остается одним из самых динамичных активов на рынке Форекс. Может быть, не совсем логичных с точки зрения поведения, но все-таки наша задача обозначать фундаментальный фон. И то, как именно он уже отыгрывает себя в динамике европейской валюты, это уже показывают рынки. Нам главное следить за новостным фоном и всегда быть в курсе того, какие же сейчас есть тенденции, ожидания по основным валютным активам. И, собственно, для этого мы и проводим наши вебинары. Главный валютный риск весьма неплохо начал прошлую неделю, всерьез нацелившись на возвращение в район 1.13. Да и, в принципе, и окончание прошлой пятидневки также оказалось довольно-таки неплохим, если, конечно же, не рассматривать и убрать из фокуса внимания довольно-таки неплохой отчет по состоянию американского рынка труда. Но в целом рисковые инструменты пользовались спросом, поддержкой. И это было очевидно, демонстративно, наглядно в динамике тех активов, которые мы используем в нашем спекулятивном каждодневном трейдинге. Усиление позиций главного валютного риска в начале недели было обусловлено публикацией обнадеживающих данных по индексу отпускных цен европейских предприятий, которые в этот раз выросли на 0,2%. Повышение отпускных цен является пусть и косвенным, но все-таки признаком роста инфляции в самую ближайшую перспективу. Напомню, что Европейский Центральный Банк, собственно, и пошел на беспрецедентные меры экономического стимулирования для того, чтобы попытаться остановить сползание экономики еврозоны в дефляционную пропасть. Действительно, риски дефляции серьезные для валютного блока. И достаточно провести параллель с японской экономикой, чтобы понять, к чему могут привести затяжное присутствие этих рисков в экономике, каким последствиям и каким негативным аспектом, связанным с ужасающей коррекцией темпов экономического роста. В целом, рост производителей стал еще одним свидетельством того, что меры, которые должны оказывать поддержку национальной экономике, все-таки работают. И, в принципе, Европейский Центральный Банк правильно все делает на текущем этапе. Думаю, что, наверное, обозначить какие-то дополнительные стимулы, инструменты сейчас в этом даже нет необходимости. Но все-таки ЕЦБ адаптивен к политике. Мы следим за комментариями со стороны руководства и прекрасно знаем, что на текущий момент программа количественного смягчения действует. Программа количественного смягчения будет продолжена в прежних объемах и в рамках тех сроков, которые были обозначены еще до ее запуска. То есть до середины 2016 года. Но я думаю, что если инфляцию все-таки не удастся поднять к тем ценовым уровням 2%, кстати, этот ориентир характерен для многих развитых рынков. Если инфляцию не удастся разогнать до этого показателя, возможно, мы увидим дополнительные решения, может быть, дополнительные стимулы и еще одни действия, направленные на смягчение монетарной политики. Если, конечно же, спроецировать все эти факторы на долгосрочный тренд европейской валюты, то, разумеется, любое действие, которое касается смягчения экономической политики, и уж тем более действие, которое направлено на увеличение баланса Центрального банка, это мощный негативный фактор. Поэтому, в целом, если обратиться к тем прогнозам, которые мы ставили до конца года, евро все-таки в перспективе обязательно вернется к отыгрыванию тех рисков, которые характерны для главного валютного инструмента, и, соответственно, отыгрывания тех действий и решений, которые сейчас мы видим уже воочию, как реализуются на рынке Форекс. Поэтому негативный момент, аспект и фактор давления, он сохраняет свою актуальность, это нужно иметь в виду и прекрасно понимать, что главный валютный риск может оказаться в числе аутсайдеров в самое ближайшее время. Из интересной статистики, начало недели можно обратить внимание еще на данные по дефициту внешней торговли Соединенных Штатов Америки, который достиг максимума с 2008 года. Дефицит увеличился на 43%. Это, конечно же, очень много, а если мы еще будем смотреть на качественные показатели, количественные, это свыше 51 миллиарда. Вероятнее всего, столь плохой, негативный и, скажем, действительно рачировающий отчет был спровоцирован самым значительным увеличением импорта, так как товары из-за рубежа в марте поступали в США после многомесячной задержки из-за забастовок рабочих квартал Западного побережья. В ходе брифингов мы стараемся, скажем, более внимательно оценивать такие факторы. В принципе, я обозначал то, что это выступает, возможно, одной из ключевых причин. Но нам, прежде всего, интересен, конечно же, фактически показатель. Сейчас мы видим то, что дефицит увеличивается, но так же, как и, наверное, первые данные за первый квартал по темпам экономического роста, эта статистика носит сезонный характер, вряд ли она будет иметь какое-то систематичное повторение и вряд ли она будет сказываться негативным образом на уже последующих показателях по темпам экономического роста. После выхода данных по дефициту внешней торговли, американец просел против японского конкурента до уровня 119.85. Мы традиционно ориентируем трейдеров на то, что такую статистику стоит отыгрывать именно в динамике пары доллар-японская иена, поскольку это традиционный симбиоз противостояния двух защитных активов. И, как правило, тогда, когда макроэкономический фонд по основному оппоненту сейчас не создает возможности для тех или иных движений по доллару, мы прекрасно знаем, что есть такие предпосылки. Мы прекрасно понимаем, что сейчас статистика интересна как никогда, поскольку каждый макроэкономический отсчет напрямую влияет на сроки повышения процентной ставки. А это событие для финансовых рынков, событие номер один. Вы также это прекрасно знаете. Поддержать доллар не смогли данные по индексу менеджеров по закупкам по версии ISM. Сектор услуг вырос и достаточно неплохо. Он не просто сохранился выше 50 пунктов. Напомню, что это как раз тот уровень, который отделяет восстановление от стагнации. Он продолжил увеличиваться, постепенно достигнув уже практически планки в 60. И это расходится с показателями прошлого периода, когда мы наблюдали этот индикатор в районе 55-56. Но в целом позитивная динамика. Это еще один фактор того, что стратегические макроэкономические данные указывают на то, что динамика восстановления сохраняется. И, соответственно, если тренд прежнего укрепления не теряет силы, пусть и с публикацией локальных макроэкономических данных, слабых, в целом мы прекрасно видим то, что американская экономика восстанавливается. И данные по темпам экономического роста это подтверждают. Из-за очень важных событий прошлой недели стоит отметить решение Резервного банка Австралии по коррекции монетарной политики. В данном случае это решение касалось снижения процентной ставки. Прошлый уровень 2.25, ставка была скорректирована до 2%. Однако, даже несмотря на столь важное решение и важное для перспектив австралийца, мы не увидели, наверное, логичной реакции одного из также популярных рисковых инструментов. Поскольку даже несмотря на то, что ставка была скорректирована, австралийца умудрился подрасти против всех основных конкурентов и сейчас на самом деле сохраняет локальный импульс восходящего движения. Сразу после публикации обновленной ставки мы видели, как пара OutUSD умудрилась вырасти до уровня 0.79-0.40. Были предприняты попытки добраться до отметки 0.8, но сейчас эти попытки, скажем, не увенчались успехом, поскольку пара находится ниже. И я также отмечаю, что сейчас уровень 0.8 это как раз очень привлекательное значение для того, чтобы рассмотреть перспективы OutUSD для средне-долгосрочного позиционирования в пользу занятия коротких сделок. Если вернуться к отчету и к реакции австралийца, то несмотря на ожидаемую коррекцию, OutUSD выросла и проделала по факту после публикации этого отчета сразу 100 пунктов. Интересная, конечно же, реакция. Вполне возможно, что рост австралийца был связан с слухами того, что Банк Австралии, вероятно, завершил цикл смягчения денежной политики. Может быть, бычий интерес к австралийцу был связан и с неожиданно оптимистичным тоном главы Резервного банка Глена Стивенса, которая отметила воодушевляющие тенденции, характерные для всего рынка домохозяйства. Но мы прекрасно знаем, что Глен Стивенс очень часто меняет свою оценку. И, в принципе, опять же, если вернуться к самым последним комментариям до решения по снижению процентной ставки, он, с одной стороны, обозначал возможности коррекции монетарной политики, а с другой стороны, отмечал, что, может быть, нет оснований для еще одного снижения, скажем, так быстро, как мы увидели по факту. Поэтому рынок, скорее всего, действительно предвзят отнесся к его комментариям и увидел в этом бычий интерес и хорошие возможности для роста австралийца. Но я обращаю ваше внимание на то, что позиционная картина все-таки указывает на сохранение прежних рисков. И последние макроэкономические данные подтверждают, что австралийский рынок по-прежнему очень слаб. И тем более австралиец у нас очень высоко забрался. И дорогая австралийская валюта сейчас Австралии явно не нужна, учитывая те проблемы, которые сейчас наблюдаются с инвестиционным климатом и завершением бума в горнодобывающий сектор. Разумеется, на этом фоне нужно предпринимать всевозможные усилия для того, чтобы сознательно ослаблять валюту. И самым лучшим инструментом для потенциальной девальвации австралийца это, конечно же, меры по экономическому стимулированию, среди которых Резервный банк Австралии больше всего облюбовал как раз снижение процентной ставки. Идем дальше. В среду рисковые инструменты сохранили укрепительный вектор. На самом деле даже мягко сказано, поскольку евро-доллар прибавил за одну торговую сессию около 150 пунктов, добравшись до уровня 1.1346. Поддержку евро оказала повысившаяся доходность облигаций стран еврозоны. И особенно я хочу обратить внимание на динамику десятилеток Германии, поскольку если три недели назад эти бумаги, которые вместе с американскими трежерисами являются одними из самых серьезных стоящих и надежных активов, торговались на уровне 0.05%, то в среду доходность сразу скакнула до уровня 0.6. То есть достаточно легко прикинуть, насколько был увеличен показатель. Это практически многократное увеличение. А разовое это за одну торговую сессию. И 0.59, который мы видели по доходности немецких бандов в среду, это максимальное значение с начала этого года. Соответственно повышение доходности немецких бумаг уменьшило разрыв с доходностью облигаций США. И разумеется повысило привлекательность тех активов, которые номинированы в европейской валюте. То есть приток средства в европейские активы, разумеется, спровоцировал соответствующее укрепление и позиции европейской валюты. Поэтому в среду мы увидели такой бычий выпад евро-доллара. И он, честно говоря, был абсолютно фундаментально оправдан. Также в качестве дополнительных факторов поддержки можно отметить и решение Европейского центрального банка о повышении объема экстренного кредитования греческих банков основан на 2 миллиарда евро. Таким образом, текущий объем поддержки составляет 79 миллиардов евро. И это решение оказалось весьма определяющим и очень значительным для рынка, поскольку мы продолжаем осуждать тему самых негативных последствий для разрешения греческого вопроса, касающегося возможного технического дефолта. Вопрос по-прежнему еще не решен, подвешен. Соответственно, Греции необходимо предоставить тот обещанный пакет реформ. ЕЦБ даже уже согласна на частичное реформирование. Но и этого также нет. Поэтому в целом у нас Греция – это интересная тема, фактор потенциального давления. И те, кто продолжает делать ставку на укрепление главного валютного риска, должны иметь в виду, что в любой момент этот греческий вопрос может негативным образом сказаться на тех сделках, которые открываются в пользу европейцев против американского конкурента. Что касается других данных в среду, давайте обратим внимание еще и на индексы деловой активности в секторе услуг Германии сразу и еврозоны. Вышли лучшие ожидания, еще раз указав на эффективность тех мер, которые сейчас проводятся Европейским Центральным Банком. Об этом уже, в принципе, говорили. Молодцы, конечно, но решить проблем с инфляцией пока еще никак не удается. А низкая инфляция и, по сути, дефляционные риски – это ключевая проблема для еврозоны, как, наверное, проблема с низким уровнем зарплаты, низкой инфляцией и слабостью рынка труда, характерной для американцев. Стоит отметить еще из событий среды данные по состоянию рынка труда американского. Раз уж мы начали говорить о нем сначала, разумеется, по факту ожидания non-farm peril у нас был предварительный отчет ADP. Увидели 169 тысяч против прогноза на 200. Сразу отмечу, что как следует анализировать эту статистику. Если динамика по числу новых рабочих мест снижается и показывает прирост меньше 200 тысяч, это негативный фактор. Если же увеличивается хотя бы на одну тысячу свыше 200 тысяч, это позитивный фактор. Мы увидели 169 и, разумеется, все стали панически готовиться к non-farm peril, полагая, что еще один самый важный отчет от Министерства труда сможет, как и в прошлый раз, разочаровать трейдеров, указав на слабые данные. Если, скажем, все-таки вернуться к ADP и еще пока не касаться non-farm peril, какова была реакция на публикацию слабого отчета? Разумеется, это коррекция американца, правда, незначительная. Также мы обращали внимание, что эту статистику лучше всего отыгрывать по паре доллар-японская иена. Проторговка там была несколько десятков пунктов. В итоге американец просил против японского конкурента до 119 и 50. Но особо негативить также не спешил, поскольку все-таки официальный отчет был еще только впереди. В среду были опубликованы еще, получается, среда у нас оказалась очень действительно насыщенной на события днем, поэтому я считаю, нужно коснуться основных из них, поскольку они в какой-то мере будут определять возможное поведение активов еще и в будущем. Если уж мы традиционно обращаем внимание на динамику российской валюты, то после решения Центрального банка по коррекции процентной ставки, после решения касательно повышения стоимости фондирования на рынке операции РИПО, то сейчас стоит обращать внимание как раз на самый главный энергоресурс, сырьевой ресурс, экспортный товар России. Это динамику нефти, поскольку она традиционно является определяющей для того, чтобы сделать ставку на теле иные движения рубля. Поскольку в среду у нас была возможность проанализировать данные по росту запасов нефти США, мы ожидали прирост, по факту оказалось сокращение минус 3,8 миллиона баррелей. Поэтому слабая статистика, а именно сокращение запасов, сломала 17-недельный цикл увеличения. Ну и по идее, скажем, это должно было выступить фактором роста для нефти, но в итоге мы увидели то, что макроэкономическое событие, имеющее потенциал поддержать позиции черного золота, оказалось негативным для него. И это опять же идет вразрез со с логикой. Но будем надеяться, что хоть так, через такие нелогичные реакции, рынок черного золота сможет вернуться все-таки к более фундаментально обоснованным уровням, предполагающим возможность возвращения в район 60 долларов за баррель. Мы видели то, что по итогам решения и публикации данных по снижению запасов нефти в Кушинге, нефть просела с 69 до 67.50. И если посмотреть на котировки нефти сейчас, мы увидим уровень еще ниже. То есть легкий коррекционный запал он сохраняется. И поэтому нужно, конечно же, иметь в виду то, что оснований для коррекции черного золота сейчас куда больше, чем для роста. Вижу комментарии по поводу проблем со звуком. Ситуация не разрешилась. Меня по-прежнему плохо слышно. Давайте попробуем еще прибавить ромб с микрофона. Так лучше. Как мне слышно? Если все нормально, можно проставить плюсики. Как меня слышно? Отлично. Тогда давайте возвращаться на основные события прошлой недели. Про нефть мы с вами поговорили. Плавно можно перейти к торговой сессии четверга, поскольку все-таки основной фундаментальный фонд среды мы с вами исчерпали. В четверг ситуация также, если откроете дневные графики евро-доллара, радикальным образом снова изменилась, поскольку мы видели то, что в четверг, если евро до этого порывался, протестировать отметку 1.14, и были уже серьезные риски того, что пора уже не обращать внимания на фундаментальный фонд, поскольку он явно себя не оправдывает, только создает возможности для сделок, которые заводят трейдеров в тупик и, соответственно, приносят убытки. Можно было переключиться на технические факторы, но все-таки сейчас, учитывая, насколько европейский актив актуально и действительно серьезно перекуплен, я все-таки советовал бы воздержаться от покупок евро-доллара, поскольку очень трудно объяснить с точки зрения фундамента, почему главный валютный риск имеет какие-либо шансы на восстановление. По крайней мере, до тех пор, пока мы не получим очевидного позитива со стороны разрешения греческого вопроса, сейчас, конечно же, покупать евро можно только лишь на попытке прокатиться на общем интересе к европейской валюте, может быть, и вопричине технических факторов. Но это, опять же, очень такая сомнительная процедура подхода к трейдингу. Все-таки, если уж нет возможности объяснить оправданное направление движения, лучше тогда поддержаться вне рынка. Но наша задача все-таки быть в курсе всех остальных фундаментальных событий, поэтому давайте продолжать. В четверг также обратил внимание на динамику доходности немецких бумаг. Такая основа подросла в этот раз сразу на 34% и достигнув уровня 0.77. По идее, это должно было выступить еще одним фактором поддержки для европейской валюты. Но трейдеры предпочли все-таки сфокусироваться уже на приближающемся отчете по американскому рынку труда. Тем более, что опубликованные в четверг данные по заявкам на пособие по безработице указали на то, что не следует списывать со счетов возможные хорошие ожидания по состоянию американского рынка труда. И цифры это подтвердили. По факту мы увидели, что число заявок на пособие по безработице составило 265 тысяч против прогноза 280 тысяч. Соответственно, на рынок снова вернулись трейдеры, которые были уверены в том, что сейчас американская валюта сохраняет возможности для роста. И, соответственно, если этот рост будет реализован, значит рисковые инструменты, прежде всего нас интересует европейская валюта, будет вынуждена сдавать позиции против всех конкурентов. Но также нас интересует пока против американского доллара. В четверг, поскольку вышли хорошие данные по пособиям, доллар, японская иена снова подросла, вплотную пошла на уровень 120. Сейчас, в принципе, продолжает оставаться выше этой отметки. Еще большим ростом по итогам торговой сессии четверга отметилась британская валюта. Мы видели то, что пара фунт-доллар рванула в район 1.55 и уже за текущие две торговые сессии приблизилась к уровню 1.57. Фактором роста британца выступила победа на парламентских выборах консерваторов, которые наверняка теперь сформируют коллекционное правительство с либерал-демократами. Поскольку либористы не одержали победу, значит трейдерам не нужно было негативить, а напротив были все основания для того, чтобы больше не беспокоиться за политическое устройство страны и попытаться использовать это позитивным образом в динамике национальной валюты. Поэтому сейчас уже по факту можно констатировать сохранение прежнего политического курса, соответственно отсутствие рисков для политической стабильности и в целом наличие локального позитива. Но этот позитив, поскольку событие уже отыграно, вряд ли будет иметь какой-то резонирующий эффект. Поэтому то, что фунт сейчас прорывается, закрепится даже выше уровня 1,57, это также совершенно не вяжется с общей фундаментальной картиной, поскольку все-таки не стоит забывать последние данные, слабые данные по темпам экономического роста. И решение Банка Англии отложить возможное повышение процентных ставок, поскольку сейчас, опять же, руководствуясь комментариями самих представителей Банка Англии, экономика еще не создала достаточных условий для ужесточения монетарной политики. Поэтому, если, скажем, боязно сейчас открывать коротые сделки по британцу против американского конкурента, тогда уж лучше подержаться вне рынка, поскольку занятие длинных позиций, в случае, если пойдет тот откат, на который мы делаем ставку, может обернуться большими потерями. Ну и, конечно же, заключительный, самый важный отчет недели, это данные по американскому Non-Farm Perils, сразу не будем томить, по факту мы увидели 224 тысячи против прогноза 223. В целом, я уже сказал, если статистика выходит выше 200 тысяч новых рабочих мест, значит, это позитив и можно смело руководствоваться неплохим макроэкономическим отчетом, фактом сохранения восстановительной тенденции для того, чтобы искать уровни для среднедолгосрочных позиционных трейдов, направленных на рост американской валюты. В пятницу реакция также говорила сама за себя, евро скорректировался, вернулся к уровню 1.12, что касается доллара и японской иены, то американец подрос по факту сибельного отчета, добрался до уровня 120, и если вы посмотрите на текущие котировки, увидите то, что пара всерьез против японского конкурента цепляется за возможности еще большего, более высокого восходящего движения, и, скажем, шествия в район 121-122, которые мы ждем также уже очень давно. Теперь, что касается отчетов, сразу предлагаю перейти к среде. Завтрашний день у нас будет интересен уже на азиатских торгах, поскольку завтра сразу несколько данных важных. Честно говоря, по Китаю статистики будет еще больше, просто не влезли на один слайд. Но важное, я отметил, это промпроизводство, роничные продажи. Сейчас смотрим за статистикой по Китаю. Если посмотреть на последние данные, которые мы также анализировали довольно-таки тщательно, вы помните, что Китаю гордиться нечем. На прошлых выходных Китай в очередной раз снизил процентную ставку, уже третий раз по счету, практически подряд, можно сказать. Все эти меры направлены на поддержку экономики. К тому же, Народный банк Китая предпринимает дополнительные экономические стимулы, чтобы позволить коммерческим банкам высвободить больше ликвидности. Что нужно выяснить из этих заявлений, комментариев из этой статистики и вообще объективной оценки ситуации по Китаю? То, что у них все плохо. Разумеется, на фоне подобных ожиданий, в констатации такого факта, каждый слабый, очередной слабый макроэкономический отсчет – это риск для тех активов, которые зависят от общего отношения трейдеров к риску. Это европейская валюта, австралиец, новозеланец. Поэтому локальные слабые отчеты по Китаю могут провоцировать такие же коррекционные движения и по названным валютам. К тому же слабая статистика может негативным образом, в случае публикации слабой, именно на такую, в принципе, и делается сейчас большая ставка, может спроцировать коррекцию и черного золота. Разумеется, если нефть у нас опустится ниже 65 долларов за баррель, также под давлением, по идее, должна отказаться и российская валюта. Но рубль находит силы, в последнее время явно демонстрирует устойчивость. Непонятно, с чем это связано, но думаю, что в любой момент эти силы могут сдать, и рубль все-таки больше будет ориентироваться на динамику черного золота. По Германии данные по ВВП, в принципе, по еврозоне, также у нас этот отчет на фоне последних данных, довольно-таки неплохих по индексам деловой активности в производственной секторе и в сфере услуг. Думаю, что в этот раз данные по ВВП окажутся неплохими. Локально это может спровоцировать укрепление европейской валюты, но, опять же, это никак не влияет на позиционный трейдинг, который сейчас зависит от того, каким же образом разрешится ситуация в Греции. Англия уже поинтереснее, поскольку нас ждут данные по заявлению безработных на трудоустройство, о конференции руководителя Банка Англии Марка Карни. И еще очень важно, хочу, чтобы вы обратили внимание, обязательно обратили внимание, наверное, все-таки по Британии это будет самый важный макроэкономический отчет, это данные по инфляции, поскольку именно фактические цифры по инфляции смогут окончательно сказать нам, либо намекнуть на то, стоит ли в рамках британской экономики и готовиться к повышению процентной ставки. Соответственно, если инфляция укажет на то, что по-прежнему продолжает находиться на довольно низких уровнях, создавая даже возможные прецеденты для демонстрации дефляционных ожиданий, это, разумеется, снова будет причиной откладывания сроков повышения процентной ставки и останется позиционным фактором для разгрузки британской валюты. Может быть, именно эти отчеты, особенно если, возможно, и данные по безработным, по состоянию рынка труда окажутся разочаровывающими, сможет вернуть пару к логичным, фундаментально обоснованным уровням, которые, напомню, сейчас находятся, ну уж точно ниже уровня 1.55. И текущее укрепление, оно уж также абсолютно не вяжется с общим фундаментальным фоном, который я описал. Фунд очень рискован с точки зрения занятия длинных позиций. И еще раз я хочу, скажем, предостеречь вас от ненужных решений в попытке просто, скажем, присоединиться к общему тренду, поскольку этот тренд в любой момент может развернуться. Не хочу, чтобы в этот момент вы были в неправильном направлении. Торговая сессия четверга довольно-таки спокойная. После среды числа первичных заявок на пособие по безработице. В целом мы уже получили достаточно данных по составу американского рынка труда, которые предполагают сохранение хороших ожиданий касательно данного сектора. И все-таки позволяют нам надеяться, что возможное решение по, соответственно, повышению процентных ставок сохраняет актуальности и может произойти и настать реальностью даже в тот месяц, который уже все списали со счетов. Но мы все-таки обозначаем вместе с представителями ФРС о том, что он может быть реален. Это уже предстоящий июнь. Конечно же, вероятность того, что мы услышим о повышении процентных ставок уже так скоро, низка. Но для спекуляции это нормально. Тем более, что инвестиционные банки уже неоднократно говорили, что в июне нас ожидает самое живое заседание среди всех последних, которые прошли с участием американского мегарегулятора. Максимум фокуса внимания и максимум спекуляции на тему того, как разговоры по коррекции процентных ставок будут сказываться на динамике доллара. Я продолжаю все-таки верить то, что доллар и японская иена имеют возможность для того, чтобы закрепиться 122, может быть, даже выше. Тем более, что у нас стоит очень хороший стоп-лосс в районе 118.20. Обращаю ваше внимание на то, что этот инвестиционный и валютный тандем довольно-таки интересен сейчас. И в пятницу данные по промпроизводству США и Мичиганский индекс. В последнее время уже не такой интересный, как это было несколько месяцев назад. По сути, рынки даже практически никак не реагируют на него. Но в целом, для того, чтобы оценить уровень потребительского доверия, неплохой отчет, поскольку потребительское доверие, как вы прекрасно знаете, мы проецируем на динамику потребительского спроса, на показатели промпроизводства, а через них уже выходим на данные по ВВП. Промпроизводство, думаю, что в этот раз будет неплохим, тем более, что последняя динамика по производственной активности в ISM указала на улучшение данного показателя. Я жду хорошей статистики и, соответственно, жду поддержки для доллара. И что касается основных ориентиров на цели по валютным активам, евро доллар 1.1150, а вот USD 0.79, доллар японская иена 120.50, фунт доллар 1.56. Считаем, что сейчас фундаментальный фон больше располагает к тому, чтобы пары оказались недалеко от этих уровней. Дополнительная информация по споре для принятия окончательных решений. Теперь, собственно, можно перейти к вопросам. Буду рад на них ответить. Жду ваших вопросов либо в общий чат, либо в рубрику «Вопросы». Ну, поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание. Удачной вам торговой пятидневки, хотя у нас осталось еще 3 полноценных торговых сессий. Но думаю, что если правильно распорядиться фундаментальным фоном, можно будет провести не одну прибыльную сделку. Хорошей торговли. Хотя есть вопросы. Так, с австралийцем понятно. А вот что касается... Идут в ногу. Вы имеете в виду, наверное, корреляцию. Да, традиционно это те валютные активы Ауси и Киви, которые традиционно коррелируют между собой. Если пытаться использовать, скажем, фундаментальный фон какого-то одного происхождения, либо австралийского, либо новозеландского, тогда советую обратить внимание на пару Аут-НЗД, хотя она также сейчас абсолютно не дружит с общими фундаментально логичными ожиданиями. Мы видим то, что за последние несколько недель пара прибавила около 800 пунктов. И это даже произошло, несмотря на оснижение процентной ставки. Но в целом Аут-Австралийская валюта, новозеландский доллар, европейская валюта и фунт, если не брать во внимание последние данные по факту выборов, это четыре валютные активы, которые традиционно коррелируют между собой. И если вы стараетесь как бы с одной стороны вроде бы как диверсифицировать торговлю, делая ставку на торговлю и австралийцам, и новозеландцам, и евро, и фунтом, это на самом деле немножко неправильный подход, поскольку даже несмотря на, казалось бы, верный подход к сути диверсификации, как таковой диверсификации не осуществляется, поскольку все эти активы подвержены общему рыночному настроению и на локальных трендах показывают одно и то же движение. Советую все-таки поискать валюты, которые менее друг с другом коррелируют. И никогда не занимать, скажем, позицию в одну и ту же сторону сразу по обоим активам. Большое спасибо за вопросы. Тогда увидимся уже в ходе нашего следующего вебинара. Это следующий понедельник. Еще раз большое спасибо за внимание. Хороших сделок. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok